Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что в стране перед выборами идет незаметное раскачивание ситуации. По его словам, принимается попытка мягкого переворота, несмотря на то, что может пройти смена власти путем избрания другого президента. Лукашенко убежден, что идет массовое наступление на действующую власть, и ее хотят сломить. Он пояснил, что допустил бы резкие изменения на Пайдобе Майдана, если бы президентское кресло занял пробелорусский лидер, однако пока он подобного не видит. Президент подчеркнул, что оппозиционные кандидаты хотят лишь вернуться к конституции страны, которая была принята в 1994 году, а ее он считает неэффективной, так как тогда страна не двигалась вперед и не развивалась. Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко на закрытом выступлении перед активом Минской области предупредил, что республика может лишиться и части своих территорий и вернуться к границам 1921 года. Не позволяйте возвращаться к тому, от чего мы с вами ушли. Думаю, вот сейчас ребята выведут 1921 год, Рижский договор, наши нацмены с 1921 года воевали за незалежную Беларусью. Вот что нам осталось в 1921 году. Все остальное разменяли и отдали. Западу, Польше, что-то там на востоке было у России, сказал белорусский лидер об угрозе распада страны. Он напомнил, что в 1939 граница белорусской ССР проходила неподалеку от Минска. По словам Лукашенко, если бы осенью того года Красная Армия не присоединила Западную Белоруссию, находившуюся в составе Польши, то границы государства сейчас были бы совсем другими. Вот я не хочу, чтобы было это сейчас, поэтому вы подумайте. Вы подумайте, в какой стране мы будем жить. И сегодня время выбрало нас решить эту проблему. Можете, хотите, вставайте рядом. Не можете, уходите в сторону, не мешайте, заявил президент. Помимо всего прочего, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со сторонниками заявил о победе над коронавирусом и рассказал о своих переживаниях в разгар эпидемии. Евросоюз, гробы, копают, мрут, в дом престарелых приезжают, там сотня погибших, Россия тут изолировала всех и прочее. А наш, а бы что говорит про трактор, про 100 грамм, про баню, еще чего-то. Я не мог кое-что вам говорить всерьез. И когда я говорил, что трактор вылечит, я понимал, что надо посеять, потому что жрать будет нечего, объяснил Лукашенко. Белорусский президент напомнил, что его критиковали за выбранный подход к борьбе с коронавирусом и признался, что переживал из-за эпидемии. Я как президент с ума сходя, три месяца переживая за то, что творится с этим ковидом. Я же не идиот, я же тоже понимаю, что один в мире, одна страна особый путь борьбы с этим вирусом заняла. Мало того, что вы не поняли, а не дай бог мы не справимся, вы точно начнете о меня вытирать ноги. Думаете, легко? Нелегко, но мы победили, заявил Лукашенко. Также Лукашенко отметил, что выборы 9 августа будут интересными, а после выборов будет еще интересней. Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказал свое мнение относительно сотрудничества между его страной и соседней Российской Федерацией. Он уверен, что РФ необходим ее последний союзник в лице Беларуси. Москва не хочет потерять Минск ни в экономическом, ни в политическом плане, поскольку это нанесет сильнейший удар по внутренней политике России. Об этом на встрече с представителями Минской области заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Единственный союзник, который остался у России, Беларусь, считает он. Я часто президенту России Владимиру Путину об этом говорю. Я понимаю тебя, ты не можешь Беларусь потерять. Я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь ты тоже не можешь, продолжил белорусский лидер, добавив, что Россию выталкивают с очень маржинальных рынков Евросоюза и Украины. По словам Лукашенко, Беларусь является вторым после Германии крупнейшим потребителем российского газа, а также закупает огромное количество российской нефти. Россия оказалась втянутой во все войны и конфликты, продолжил белорусский лидер. Кроме того, считает он, у страны появились серьезные внутренние проблемы. Они связаны с серьезным падением цен на углеводороды, к тому же у них появилась политическая пандемия, обнуление, новая конституция, заявил Лукашенко. По словам президента, из-за отношения России с Литвой, Латвией и Эстонией, которые считают ее злейшим врагом, а также с Польшей и Украиной, у Москвы осталось единственное окно, чтобы сотрудничать с Европой. Минск. Россия в страшном сне не может представить, что нет у них больше этого союзника, считает Лукашенко. Лукашенко был один из лидеров иностранных государств, прибывших в Москву на Парад Победы, который состоялся 24 июня. Как сообщили в Кремле, во время праздничных мероприятий он успел пообщаться с российским президентом, и во время беседы Путина и Лукашенко со стороны белорусского лидера прозвучали добрые заявления в адрес России. Напомним, что после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко посетил парад в Москве, он заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию страны. Отмечается, что ему уже представили несколько вариантов. До этого Александр Лукашенко заверил, что за несколько десятилетий в стране было создано новое государство, которое нельзя потерять и сдать. Джордж Сорос и аффилированные к нему фонды экстренно покидают Украину. Активисты, вакарчуки и различные псевдопатриоты в ужасе ищут нового спонсора, поскольку сейчас они остались без главного работодателя. Стало известно, почему Вячеслав Вакарчук покинул ряды политической партии «Голос». По достоверным данным, спонсоры «Голоса» сообщили ему о прекращении финансирования фракции и партии. Об этом пишет в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков. И Славко боевито, как всегда, выбрал меньшую проблему. С одной стороны, имиджевые потери, перечеркивающие шансы на его политическую карьеру, но с другой – возмущенные депутаты и осободепутатки, которые за деньги, которые они считают своими кровными, оторвут сумрачному вождю все. И даже руки. Теневые, замечу, деньги коррупционные. То есть это, к слову, о чистоте и порядочности тех депутатов из «Голоса» и «Слуги», которые не устают учить нас цивилизованности и европейскости, не говоря уже о гендерных тонкостях. Ну, допустим, Виктору Пинчуку просто наскучил вид на Днепр, и вид на Темзу внезапно показался ему увлекательный. Но ведь спонсировать ораву ненасытных активистов-цивилизаторов отказался и другой крупнейший их донор – Томаш Фиала, который тоже, поговаривают, засобирался домой в Чехию. Следовательно, решение о сворачивании «Балагана» принято на уровне Джорджа Сороса. А вот это уже серьезно. Пинчук пытается продать свои украинские активы с изрядными дисконтами, с таким во время горячей фазы российской агрессии продавали. Фиала еще не выставил все на продажу, но свои СМИ уже отправил на свободный выпас. А ведь владение пулом СМИ в Украине является условием выживания олигархического бизнеса. Вы можете представить, что Игорь Коломойский останется в Украине, но продает 1 плюс 1. При этом в стране еще осталось, что можно утянуть под шумок немало. Поэтому происходящее имеет лишь два логических объяснения. Первое. Сорос убедился в крайней неэффективности и затратности, выстроенной за его счет системы влияния на ситуацию в Украине и намерен принципиально модернизировать ее, отказавшись от сотрудничества почти со всеми, с кем работал раньше. Возможно, но такие вещи обычно назревают, и об этой модернизации было бы известно заранее. Второе. Сорос недавно узнал о внутриевропейской ситуации и Украине в частности такое, что полностью перечеркнуло все перспективы какой-либо масштабной деятельности здесь, даже по утилизации активов. А дедушка Сорос всегда очень информирован еще с тех пор, когда не был дедушкой. К слову, стоит напомнить, как депутат Верховной Рады Украины Олег Волошин рассказал о забавной перепалке в ходе заседания парламента 4 июня при рассмотрении довольно неоднозначного законопроекта, формально призванного бороться с ворами в законе. По его словам, депутат Устинова из фракции «Голос» очень яро выступала против документа, поскольку законопроект слишком широко трактует определение «организованная преступность». В свою очередь депутат «Слуги народа» Александр Кочура заявил, что, мол, мы теперь видим, какие партии поддерживают воров в законе. Сразу по рядам пошел шумок, что так господина Сороса еще никто не классифицировал, обычно просто спекулянтом в международных договорах, иронизирует Волошин. СМИ отметили, что в итоге Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, которым ввели в законодательство понятие «вор в законе». За инициативу проголосовали 236 депутатов при минимально необходимых 226. Отдельных депутатов Рады нынешнего созыва и чиновников правительства в Украине называют «соросятами» за их прямые связи с грантовыми структурами, которые финансирует фонд Сороса «Возрождение». Большинство таких депутатов находится как раз во фракции «Голос». Кстати, место Вакарчука в Верховной Раде займет опять же ставленница Сороса и жена экс-министра обороны. Депутат от Верховной Рады от «Голоса» Святослав Вакарчук, который сдал свой мандат, предположил, что на его место пройдет 19-й номер в списке партии «Алина Свидерская». Об этом 11 июня он рассказал в комментарии журналистам, который транслировался в Фейсбук. Насколько я понимаю, зайдет Алина Свидерская, заявил он. По данным СМИ, Свидерская замужем за Андреем Загороднюком, который занимает должность внештатного советника президента Украины, а в правительстве Алексея Гончарука был министром обороны. Высшее образование получала в Киево-Могилянской академии по специальности правоведения, а потом и в британском Кембридже. При этом сама Свидерская призналась, что обучение в Англии ей помогло оплатить стипендии от фонда Джорджа Сороса. Также является стипендиатом программы «Всемирные студии» от фонда Виктора Пинчука. В 2015 году она занимала пост советника тогдашнего министра экономики Айвараса Абрамовичуса по вопросам дирегуляции. У Свидерской есть своя доля в энергетическом бизнесе. Она владеет 4% капитала ООО «Айсэ Хидро Украин», занимается поиском, отбором и развитием инвестиционных проектов по развитию малых гидроэлектростанций в Украине. Основные владельцы этого предприятия – граждане Дании и Норвегии.